МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы следите за событиями в Молдове? Ну, безусловно, интересует. Что вы думаете о происходящем? Ну, смотря, что вы имеете в виду. Ну, естественно, беспокоит ситуация, может быть, обострение какое-то. Хотим жить спокойно, чтобы везде был мир и покой. Как вы думаете, отразится ли ситуация в Молдове на Брест-Местерстве? Мы очень верим и надеемся, что не отразится. Все-таки надеемся, хватит ума властей не создавать конфликтные ситуации, чтобы все было хорошо. Вы следите за событиями в Молдове? Ну, так. Что думаете вообще о происходящем? То, что народ уже начинает подниматься, вот у них сидячие забастовки. Ну, надеюсь, что будет лучше. А как это может разрешиться? Как должно быть? Ну, не знаю. Тут своего рода это как-то может быть шантаж со стороны России. Вот с тем же газом. Большие очень долги. Сейчас даже поговаривают так, что... Ну, это, наверное, мало возможно. Что, допустим, долг прощают, а Приднестровье дает Россию. Вы считаете, что Россия шантажирует? Не шантажирует, но такой вот, это же как большой козель, будем так говорить. Что у Молдов большие долги по газу. Причем неизвестно, как они вообще смогут ли отдать. Ну, а Россия, естественно, дарить тоже, особенно при нынешнем положении, не будет. Я считаю, это правда. Как вы можете оценить деятельность правительства и той власти, которая сейчас надарит? Отрицательно. Перечислите отрицательно. Ну, вообще, что уже давно происходит? Руманизация. Туда взгляд, ну, стремление, вот, Румыния, НАТО. Это, конечно, не приемлю никак. Ну, а будущее Молдовы, если она станет членом Европейского Союза? Ну, просто это еще больше, наверное, укрепит позицию Приднестровья. Что, как оно уже давно это идет, что самостоятельность от Молдовы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы кончилось все ладом, миром. Но, наверное, при нынешнем руководстве Молдовы это просто невозможно. Там занимаются не так, как надо. Кто? Ну, как кто? Сандук тоже там еще, кроме такой умной. Только она одна такая у нас. И все, что там на митингах говорят, это правильно. Ей надо уходить, иначе Молдова будет уже еще ниже, чем из-за них, и мы страдаем. Поэтому как-то там неправильно, жалко их, и за них, и нам плохо немножко. Но у нас молодцы ребята. Следите ли вы за событиями в Молдове? Ну, как бы следим, потому что это наша жизнь. Что думаете о происходящих событиях? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Надо где-то найти золотую серединку, где-то помириться, чтобы идти, улучшить условия жизни и прочее, прочее. Вы следите за событиями в Молдове? Нет. Если честно, нет. Мы приехали просто в гости. Стараемся от этого держаться подальше всего. Что я могу думать? Что они все попали под Америку и под Европу. И все. А как вы думаете, как разрешится этот кризис власти? Я не знаю, как он разрешится. Ну, думаю, тяжело будет этим протестующим. Потому что Санду – это ихний человек, и она будет до конца стоять. Как эти события в Молдове могут отразиться на нас, в Приднестрове? Могут. Разморозить конфликт могут. Вот с газом проблемы. Потом иногда продукты, медикаменты не пропускают. Или экономически, или военным путем захотят нас. Что еще могут сказать? Не хотелось бы. Не хотелось бы, конечно. Молдаване не хотят этого, но политики, правительство, президент – они поэтому и пришли, как и в Украине. Я думаю, что просто правительству и руководителю этого государства необходимо обратить внимание на жизнь своих рядовых граждан. Вот тогда что-то и заладится. Бедное государство. В каком плане бедное? Ну, когда руководитель безбашенный, народ страдает. А у них сейчас верхушка такая собралась, там один лучше другого. И председатель партии, и премьер-министр, и сама Санду тоже. Как вы думаете, отразятся ли события в Молдове на премьер-министре? Несомненно. Слежу. Очень печальные события, конечно. А вообще, что думаете о происходящем? Это что-то ужасное, конечно, происходит. Были одной республикой, разделились. И они нас так уже прижимают, что дальше некуда. Конечно, беспокоимся. У меня вот частный дом. И вот уже печенька пригласили, чтобы печку проверили. Слава Богу, что родители не выкинули в свое время. Дрова были. Тоже думала продавать, а теперь думаю нет. Конечно, тяжело, не дай Бог, конечно. В Молдове происходит ужасное. Конечно, было бы хорошо, чтобы Додон был. Как он поддерживал отношения с нашим президентом, с нашей республикой. Лично видел его с детьми, с женой, когда приезжали на праздники наши. А с моей Сандой надо что-то делать. И люди правильно делают, что встают на защиту своей республики. Никакой Румынии нам не надо. Главное, чтобы была наша Молдавская, Приднестровская республика. Ну, они уже, как Бог даст, пусть идут в свою Румынию. А нам и здесь хорошо. Рue. Румыния. Редактор субтитров А.Семкин